С февраля текущего года на базе энергетического колледжа города Каспийска проходит изготовление маскировочных сетей для участников СВО. В одном помещении проводится как нарезка материала, так и сам процесс плетения. Также установлена двусторонняя рама, что дает возможность делать одновременно две сети. Если мы 24 штуки отправили 19 февраля, правительственная машина ехала с грузом, гуманитарным грузом, и шесть штук предоставили нам город Каспийск. Теперь смотрим уже третья сетка. Если они каждый день будут такими темпами работать, по две сетки нам в день будут давать. Это очень большая помощь для ребят, которые на СВО находятся. Колоссальную поддержку в плетении маскировочных сетей оказывает директор колледжа Закир Алиханов. Он организовал комфортную и просторную площадку для работы, а также были привлечены студенты образовательного учреждения. Для нас очень важно духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, потому что именно молодежь – это будущее нашей страны, нашей большой, любимой и необъятной родины России и малой родины Дагестана. Продолжают плести маскировочные сети участницы женского клуба «Каспийска», проекта движения Матери России Республики Дагестан и Централизованной библиотечной системы имени Фазу Алиевой, а также волонтеры общества «Инвалидов Каспийска». Маскировочные сети важны в условиях спецоперации. Они необходимы на передовой всем, независимо от того, пехота – это танкисты или штурмовики. Вы знаете, когда мы получили обратную связь, это было большой радостью. Мы получили, как говорится, потихонечку получаем. У нас есть ролик, который отправили к нам прямо с Авдеевки. Восемь штук туда поехали. Три штуки, которые изготовлены в Каспийске, остальные в Махачкале, они как раз были похожи на землю, такого земляного цвета, похожие, как говорится, не на белый снег. Отправлены будут маскировочные сети в ближайшее время совместно с гуманитарной помощью. Напомним, что данная работа была организована изначально на площадке Каспийского отделения Всероссийского общества инвалидов руководителем по темат Гетина Магомедовой. При всесторонней поддержке, кураторстве и активном участии руководителя ДРО «Диалог» Зайна Прошидовой и содействии ДРО «Курс поддержки главы Республики Дагестан». По инициативе директора ЦБС имени Фазо Алиевой в декабре прошлого года к данному процессу подключился женский клуб «Каспийска» под руководством Полины Самыловой. Женский клуб города Каспийска присоединился к плетению маскировочных сетей в «Энерго-колледжи» на Алтёрово-2. Приглашаем всех неравнодушных жителей города в ваш свободный час прийти и поддержать наших ребят, защищающих нашу страну. Продолжение следует... Продолжение следует...